Микс Ньюз. Утро на Болткове. Мы продолжаем наше утро и сейчас у нас гости в студии. Это председатель, глава фирмы Велокурьер Олег Столяров. Здравствуйте, Олег. Доброе утро. И председатель объединения велосипедистов Латвии Вестур Силни. Здравствуйте. Здравствуйте. Гости к нам приехали буквально из разных стран. На велосипеде? Да, вы оба на велосипеде приехали. Конечно, конечно. Это уже традиция, тем более погода уже хорошая. Вот, а значит, Олег из столицы велосипедной. Нет, наоборот, Вестурс из Копенгагена. Ну, почти столица. Ну, там есть ссора такая, Копенгаген или Амстердам. По очереди, да? По объему велосипедистов, даже в других городах Голландии велосипедистов больше, чем Амстердам. Сейчас расскажем. А Олег как раз из Петербурга. Вот что там происходило, какие мероприятия в марте, мы сейчас расскажем. Кто первый? Из Копенгагена или начнем с чего? Давайте с Копенгагена. Со столицы велосипеда. Ну да, в Копенгагене я много раз там побывал, но каждый раз, когда туда еду, очевидно, видно, что там очень изменяется. Каждый год чего-то по-другому, так что надо экскурсии почти делать каждый год заново. Изменяется для велосипедистов или вообще для всех? Для всех. Для туристов. Те старые дома, которые есть, те не меняются, но вся инфраструктура строит новые кварталы жилых домов, кварталы гектарами, такие, где вообще машиной подъехать невозможно. И там, почему они все это делают? Это не просто, что, о, это классно, стильнее, давайте мы будем там лучше в мире насчет велотранспорта. Нет, там жуткие экономические просто исследования, почему это так надо делать. Это намного-много-много выгоднее, чем строить город для транспорта, для автотранспорта. Поэтому первая очередь пешеходы, второй велосипедисты, третий – общественный транспорт и только тогда частные автомашины. И грузовики вообще в центр не пускают. Там, ну, они последние годы построили 14 мостов только для велосипедистов, потому что, как в Менгальгене, там довольно много всяких каналов и через них, да. Но длина у них довольно серьезная, не такие мостики, как у нас возле Баста и Каунс, да. Да, через канал, да. Да, через канал, нет. Но там такие, которые идут несколько сотен метров, да, и… И там только велосипедисты, там пешеходы. Пешеходы тоже. Пешеходы и велосипедисты. Да, так что это всем помогает. Ну да, самое главное то, что у них этот год был первый в истории Копенгагена, когда количество велосипедистов стало больше, чем автомашин в центре города, да. Так что уже больше. Копенгаген находится улица, в которой есть рекорд, сколько велосипедистов перемещается в течение одного дня, одной сутки. Сколько? 42 тысячи. Юрмальское шоссе, где три полосы возле спицы в центре города, да, только 36, но там они перемещаются, территории, через которые они перемещаются, 3 метра Копенгагена, а у нас три полосы, у каждого, я думаю, что 3,5 метра, да. Ну, это и есть ответ, почему они это делают, потому что то же самое можно сделать, но территорию надо 3 раза меньше и которая стоит в долгосрочном 10 раз дешевле. Потому что надо ремонтировать, надо ухаживать и так далее, это все деньги. Вы сказали о том, что на первом месте тут пешеходы, на втором велосипедисты, я была в Амстердаме. Это другое, у них хуже. У них пешеходы не в фаворе, пешеходы должны отпрыгнуть, успеть, особенно туристы, да, туристы привыкли ходить, зевать по сторонам и только успевают прыгивать от велосипедистов. Да, но получается, что в Копенгагене нет, все-таки пешеход у него приоритет, потом идут велосипедисты. Голландии тоже так, но вы как турист, когда вы наступаете на велосипедную дорогу, конечно, там приоритет у велосипедиста, но вы просто это как-то не заметили, не узнали, это понятно, мы все такие, да. Но то, что они, Голландии понимают, что было одно время, когда велосипедисты были приоритет, и тротуарчики остались такие маленькие, что даже рядом не можно руку-руку пройти, да. Так что выглядит, что велосипедисты в лучшей ситуации. Но если мы посмотреть эту территорию, которая находится между домами, которая называется улица, то все равно 70% примерно, я так, конечно, смотря какая улица, занимает та часть, которая для автомашин. Значит, приоритет все равно, и у них, и у нас территории, которые мы используем, которые мы за свои налоги чистим, ремонтируем, все вместе, не только автоводители, все вместе, да. Мы самое наибольшее для автоводителей, да, и поэтому они понимают, что она самая дорогая и самая большая. И поэтому насчет этого надо изменить ситуацию, не то, что кому-то нравится велосипедисты больше. Олег, вы вернулись из Санкт-Петербурга, давайте вас тоже включим в разговор. Там прошла как раз конгресс международный. Там проходил самый большой конгресс, назывался международный конгресс, но практически было по одному эксперту, я был как эксперт из Прибалтики, потом были эксперты, по одному эксперту из Америки, из Холландии, из Дании, но это был всероссийский конгресс. То есть туда приехала вся Россия, там был Якутск, там был Иркутск, там была Алмата, СНГ. Это раз в год в России проходит громадный велоконгресс, где собирается вся российская велоинфраструктура. Он очень меняется, потому что, если мы говорим о первых конгрессах, то это было больше энтезиасты. Сейчас где-то 75% это были госчиновники, именно госчиновники в Петербурге. И конгресс проходил 4 дня, и наша задача практически была, как в роли наблюдателя, у нас была своя презентация, в которой мы рассказывали о чемпионате мира, что мы делаем в Латвии, как мы делаем это в Латвии. Ну и, конечно, опять же, проходит тот акцент, который проходит уже, он чувствует этот акцент, это то, что люди больше всего ценят в своей жизни две вещи, да, это здоровье и время. То есть люди могут сидеть в пробках, но если бы в пробках им позволили чем-нибудь заниматься, ну, полезным, да, они бы сидели. Но у них раздражает то, что они ничего не могут делать, он должен крутить педагог. Как наложник. Как наложник, он наложник. И в телефоне он не может сидеть, его штрафуют. И это его раздражает жутко, понимаете. И это первая вещь, которую надо понимать, что люди больше всего ценят время, его за деньги купить нельзя, да. И здоровье. Здоровье за деньги тоже не покупается. И поэтому организаторы Конгресса, они старались делать на это акцент. Они старались делать акцент, они говорили о здоровье, что люди должны ехать на велосипедах, потому что очень малоподвижный образ жизни. Ну, вот известно, что, конечно, мы из Копенгагена перескочили на Россию. Понятно, что там другое отношение к велосипедистам. Нет, я бы не сказал. Вы знаете, что... Ну, может быть, меняется последний год. Меняется очень резко. Да, но нет такого же велодвижения. Это же понятно. Конечно, да. Нигде нет. 42 тысяч, наверное, велосипедистов пересекают. Я думаю, что в течение, даже при том желании, которое уже чувствуется в Москве, которое чувствуется в Петербурге, да, в России очень медленно думают, но очень, если начинают делать, то делают очень быстро. Это чувствуется, да. А вторая тема, что у них очень-очень хорошие города российские, советских времен, где очень широкие улицы, очень широкие проспекты, очень много парков. Практически поставить туда ВЕВА инфраструктуру элементарно. Очень просто. Места хватает, да? Ну, а водители что, не против? Места хватает. Я не верю. Ну, вы знаете, вот почему-то мы всегда думаем, что люди плохие. Нет, я не думаю, что они плохие. Просто думаю, что они против. Я думаю, автоводители. Вот вы как говорите, они против. Да они не против. Просто, понимаете, надо им объяснить, что... Ребята, это надо с людьми даже не объяснить, просто поставить по логике. Все люди хотят шевелиться. Все люди хотят. И водители. Но они просто не понимают, что можно сесть на велосипед. Они в Петербурге не боятся ехать. Я в Петербурге ездил ночью по Невскому проспекту и днем. Я себя чувствовал даже вольготнее, чем в Риге, потому что улицы широкие. Никто на тебя не едет. Ну, нет такого, что тебя кто-то хочет сбить, кто-то на себя хочет уехать. Действительно, если из 20 машин один дурак всегда найдется, да, то он найдется и в Риге, в Хоппингагене, да. Ну, если мы на это будем обращать внимание, на этого одного дурака, мы никуда вперед не пойдем. Но надо говорить о хороших тенденциях, которые есть. Ну, такая тема вот по Петербургу. И сразу вопрос просто вслед. Если мы говорим о том, что вот надо популяризировать вот именно такой способ передвижения, а что делать тем, у кого там куча детей, которые надо развести? Я, например, не могу себе позволить сесть на велосипед. Мне нужно одну в школу, одну в садик, себя куда-то деть. Куда мне их? А вот я сейчас этот вопрос в Вестерс. Я ежедневно еду на грузовом велосипеде. Он называется грузовой и пассажирский. Максимум я вез, ну, это так, для фотографий, да, 6 детей. Но ежедневно двоих. Вот так вот, ап? Ну, нет. Нет, а впереди, нет, 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 на велосипеде, не на меня. Потому что грузовой велосипед, у него впереди находится сидение детское, в котором можно сидеть и взрослые. Разрешается везти 180 килограмм с этим велосипедом. Помимо себя или ещё? Нет. Или вот всё вместе, да, на груз? Груз, да. И тогда, смотря на сколько взрослые и большие дети, сколько их можно там поставить, да. Можно, но я так не делаю, потому что у меня на багажнике, когда полный ящик с детьми, спортивные сумки и остальное, сзади у меня на багажнике стоят велосумки, где находятся ищие мои вещи и так далее, да. Маленький передвижной домик такой. Да-да-да, но он реально маленький, и если посмотреть то же самое Дания, 25% семьей, у которых 2 или больше детей, у них есть грузовой велосипед. Значит, каждой четвёртой семье, в которой 2 дети, есть грузовой велосипед. И там вообще-то они… Ну, там интересно посмотреть. Возле детского сада, там, как у нас утром машины приезжают, там дамы в платьях, так красиво, просто так меленько, тихонько, подъезжают с грузовыми велосипедами, да, много их тут, да. И это спокойствие, которое там происходит, тишина. Там нету, как у нас, когда дети, ну, маленький детёныш бежит к воротам, дверь дома, сразу, чтобы он не выскакал на улицу. Это первое. Мы не боимся, что там будет маньяк напротив. Нет, машина сбьёт его, да. А там вообще нету такой, ну, понятия, да. Паники такой нет. Паники, да. Но это реальный стресс, который есть ежедневно у нас, да. Мы просто привыкли якобы этому, да. Но они там спокойно, тихонько, свежий воздух. И мои дети, когда им предлагают поехать на машине, на грузовом велосипеде, конечно, велосипед. А что делать с погодой у нас постоянно, посмотрите. А там, знаете, Даня ещё хуже. Да, я вот поэтому удивляюсь. Там ещё хуже есть. Я там вообще такой... Неприятнее, да. Да, у меня, например, сегодня там, не знаю, вот я там в прямом эфире, или у меня, не знаю, там съёмка на телевидении. Я пока на велосипеде проеду, я же приеду, как этот... Нет, ну, конечно, во-первых, есть одежда, во-вторых, есть и грузовой велосипед, который тоже очень просто ехать, и вообще человек не потеет, да. Ну, можно на прямом эфире бежать пешком, тоже будете мокрые, да. Можно и кататься на велосипеде, и можно тихонько ходить. Это просто как планировать время. Ну, а есть специальные такие будки, которые плёнка впереди, и есть даже сетка, когда... Как Папа Римский, только на велосипеде, да. Да-да-да, похоже. Да, про экскурсию или про посещение вот этого предприятия грузовых велосипедов, да, расскажите вот. Ну, да, это есть... Дании производят грузовые велосипеды, которые считаются самыми быстрыми в мире. Ну, это они... Сколько скорость? Ну, это сколько, каждый может, да. Да, конечно. Но они делали тоже там, ну, я думаю, что это больше так пиар, или как там. По треке катались с велотрек, да, и какую там скорость можно... Ну, они так и есть, по идее, потому что есть двухколёсные грузовые велосипеды, трёхколёсные, четыриколёсные есть, но двухколёсные всё равно быстрее любого трёхколёсного и стабильнее всё-таки, да. И очень... Ну, так специально сделано, что их философия, что он был очень лёгкий и подвижный. Ну, конечно, очень приятно всё это видеть. Впечатлило вас там? Ну, конечно, конечно. У меня такой грузовой велосипед уже есть два года, да, и поэтому я знаю, что это такое есть, и поэтому специально... Сколько стоит грузовой велосипед? Начиная с двух тысяч, и тогда уже есть там ящик, сиденье, будка, электрический и так далее, ну, тогда уже... Всё включено? Всё включено, нет, смотря что надо, тогда цена выше становится, да. А вы на нём сейчас приехали? Нет, на другом. А покатать там нельзя нас, да? Сегодня, только позже можем позвонить велокурьерам, потому что у них такой велосипед есть. У нас есть звонок, давайте примем по ходу дела, пожалуйста, Олег, тоже надевайте наушники. Слушаем вас, здравствуйте. Да, доброе утро. Слушаю, слушаю вашу передачу. Такое ощущение, что там ребята с проявлением реальности живут. Ну, и сидеть в Петербурге, когда, скажем, детский сад в одном стороне города, работа в другой, доехать надо за 15 минут, чтобы где не опоздать. Это вообще нереально, это какая-то фантастика, о чём они там говорят. Да, спасибо. Ну, как бы и на машине за 15 минут не успеешь. Фантастика всё-таки. Но вообще, на самом деле, я согласна с нашим слушателем. Для того, чтобы мне отвезти ребёнка, например, в садик, с собой попасть на работу, есть разница, я выхожу за 20 минут или я выхожу за полтора часа. Ну, я могу... Зимой, например. Мой вариант такой, что я, если из своего дома еду на электрическом велосипеде, я живу возле границы Марупе, ну, 100 метров от границы Марупе, но в Риге, до центра города, до памятника свободы, если я еду на простом электрическом велосипеде, 12 минут. Если я еду на простом велосипеде, когда, ну, не еду, а бегу, реально, когда потею, там 15 минут, когда не потею, 18 минут, и на грузовом велосипеде тоже 18 минут. Если еду через школу, которая по пути, по дороге, да, вместе с своим сыном, тогда я шо, ну, плюс 5 минут. Вот. А когда есть со стороны Марупе, вот, полдевятого, 8 часов пробки, на машине 45 минут, всё равно через какой центр. И потом в центре мне надо найти, где машину поставить, это тоже время занимает, да, и платить за её и так далее. И я не могу обещать, я буду. Не могу на машине обещать. Я буду, но сколько буду? Ну, не знаю, 10-15 минут, возможно, будет. Пожалуйста, с велосипедом ты сам начальник, пробок для велосипедистов нет. И поэтому я владею своим временем, и никто другой за меня, да. А тоже, если человек, у меня знакомые тоже есть, они придумывают, что школу надо, я, вот, мой сын поступит, или, не знаю, дочка, в эту школу, которую я придумал, которая находится в другом конце города. Сам виноват. Вот. Я выбрал ближайшую школу, чтобы каждый день не тратить полчаса туда и полчаса обратно, да. И сам виноват. Школы у нас много. У нас очень мало времени сейчас, поэтому ещё пару слов про участие в выставке Outdoor. Это уже в Риге. Вы знаете, тенденции, конечно, человек задал правильный вопрос. Если ехать на простом грузовом велосипеде, это в два раза длиннее, да. Но время меняется, и сейчас идут, приходят, и мы в Дании это видели, и мы на выставке показывали эти велосипеды. Это велосипеды, в которых идёт дополнительно электрический моторчик. То есть, получается, вы 75% крутите ножками, да, и 25% вам помогает мотор. И это позволяет вам в два раза сократить время. Как Вестерс говорил, от 18 до 10 минут. Грузовые велосипеды, тенденция всех новых грузовых велосипедов, они идут с дополнительным моторчиком. Но вы должны крутить педали. Получается, я кручу педали, я еду, и моторчик помогает. Это первая тема. И получается, что вы по времени будете всегда быстрее машины. Второй психологический момент. Вам очень трудно, допустим, когда в Петербурге, я еду на Невский проспект, это кошмарная улица, это буквально машины шумят и так далее, с местными ребятами. Главное войти в ритм и в темп этой массы машин, да. Когда ты в нее входишь, проходит 30 минут, и ты чувствуешь, ты сливаешься вместе с этим потоком, у тебя пропадает страх, да. И главное не бояться. Если ты будешь бояться, конечно, на тебя наедут 100%. Ну вот по поводу страха... Я даже говорю о таком еще серьезной вещи, как Петербурге, где нет вообще ни велодорожек, ни велодорожек. Да, но если мы говорим даже про Ригу, я, например, сама могу поехать на велосипеде хорошо, но я подумаю много раз, везти ли мне, например, ребенка в кресле, потому что это, ну, во-первых, ты можешь упасть там, наехать, не сориентироваться, у тебя может там руль крутануть, машины могут. Да, ну вот это и есть вариант, почему есть грузовый велосипед, не на сиденье сзади, которое намного опаснее сзади. Да, то есть там впереди ты видишь ребенка? Ты его увидишь, ты можешь с ним поговорить, он находится намного ниже. Если даже велосипед падает, он находится почти уже на земле. Он на дальней земле уже, ниже земле. Уже, да, и поэтому сзади это самое худшее, что можно придумать. Лучше впереди, возле руля. Да, минута у нас осталась буквально, а куда поставить 2-3 велосипеда в наших крупногабаритных, в кавычках, квартирах, спрашивает Сергей. Ну, никак. Это и есть проблема, потому что у тех, которые частные дома, можно. Конечно, если посмотреть, что находится на балконах, там полно велосипедов, да, и даже интересно посмотреть, когда вот едем по Сканстесу улице, где новые дома, ну, не советские, но наши только что построили, да, все балконы полно с велосипедами. Вообще-то, выглядит довольно так, ну, некрасиво, да, ну, такой бардак. Фасад дома, как бардак на балконе, у которой стекла. Сейчас предлагается очень много дизайнерских решений. Ну, это и нельзя загромождать балконы, это противопожарная безопасность нарушается. Ну, возможно, да. Но, значит, и нет нормального места, которое в подвале сделано, да. Ну, к сожалению, уже все. И сарайчик. Пора заканчивать, если два слова каких-то от Олега. Можете еще сказать напоследок? Да, я хочу всем сказать два хороших слова, что люди, пересаживайтесь на велосипеды, перебирайте себя, перебороть надо себя просто, надо перебороть страх, и надо начинать нам все вместе. Не надо быть энтузиастами. Все можем быть энтузиастами. Но растет же количество велосипедов. Обязательно. Оно растет. С каждым годом. С каждым годом 10% независимо есть велоинфраструктура или нет. Независимо. Да, у нас были в гостях председатель объединения велосипедистов Латвии Вестур Силан и Акси глава велокурьера Олег Столяров. Спасибо, хорошего дня. До свидания. Хорошей погоды вам тоже. Спасибо вам также. Мы на этом заканчиваем. Евгения Шафранык, Наталья Михайлова и звукорежиссер Евгений Копеин вели сегодняшнее утро. Хорошего вам дня. До свидания. До свидания.